Тепловые пушки, сухпайки, маскировочные сети. Буквально на днях все это отправят на передовую. Помощь с продуктами, одеждой и техникой в зоне СВО нужна постоянно, говорят волонтеры. Поэтому машины с гуманитаркой, амуницией и техническими средствами отправляют раз в две недели. Изначально мы занимались помощью только многодетным, малоимущим, детям-инвалидам, инвалидам-пенсионерам. Но в связи с сложившейся ситуацией в нашей стране, так как у нас появились беженцы, живущие сейчас у нас в Рязани, мы начали помогать им. И когда началась военная операция, мы, естественно, подключились и стали собирать помощь нашим ребятам. Те, кто возит гуманитарку на ноль, узнают о том, что нужно нашим бойцам в зоне СВО из первых уст. Связь с командиром 137-го гвардейского парашютно-десантного полка поддерживают ежедневно. Собрать необходимое из списков помогают не только штатные волонтеры, но и неравнодушные рязанцы. Одни оказывают финансовую поддержку фонду, другие принимают участие в упаковке вещей и продуктов. На сегодняшний момент мы ребят готовим и утепляем к зимнему периоду. Для этого мы собираем тепловые пушки, печи и теплую одежду, рюкзаки, перчатки, муфты и другая теплая одежда. Всегда актуальна у нас и волонтерская помощь как автоволонтер. Всегда требуются мужские руки, которые погрузят нам и тепловые пушки, и тяжелые габаритные вещи, которые мы также отправляем как дизельные генераторы. В благотворительном фонде помогают не только бойцам. Вот эти, например, детские вещи отправят на новые территории. Также совсем недавно мы начали заниматься помощью детским домам с приграничных территорий. Нам позвонили и обратили к нам за помощью. Мы быстро среагировали и собрали детский дом вещи, попросили вещи на детей от 6 до 9 лет. Руку помощи протягивают и малоимущим семьям, живущим в Рязани. Ведь изначально фонд создавался именно для этого. Сейчас среди подопечных благотворительной организации и те, кто приехал в Рязань из Луганска и Донецка. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».